Тема урока «Народный календарь». Давайте вспомним, какими календарями пользуются в твоей семье. Как ты узнаёшь, какой сегодня месяц, число, день? Как ты узнаёшь о погоде на завтра? Нам сейчас так просто узнать год, месяц, число и день недели. Стоит только заглянуть в календарь на стене, на столе, в дневник. По радио и телевизору тоже говорят об этом, пишут в газетах. Да ещё сообщают, какая погода нас ожидает в предстоящий день. Кроме того, рассказывают о будущих праздниках, о наступающих памятных датах. В дневнике мы записываем, что и когда именно нам надо сделать. А теперь представь, что мы очутились в далёком прошлом любого из многих народов мира. Не было радио, телевидения, газет, телефонов. Но зато люди тогда гораздо внимательнее относились к природе. Они наблюдали за сменой времён года, за изменениями в живой и неживой природе. Умели по состоянию растений и поведению животных предсказывать погоду на следующий день и надолго вперёд. Веками копились все эти знания и передавались устно из поколения в поколение каждого народа. Вот некоторые народные приметы. Вы можете проверить их собственными наблюдениями. Красное небо на закате. К ветру или дождю. Если солнце садится в облака, жди дождя. Ясная луна. К морозу. Шишки хвойных деревьев раскрываются. К сухой погоде. Ласточки низко летают. К дождю. Зимой вороны и галки садятся на верхушки деревьев. К морозу. На нижней ветви. К ветру. На снег. К коттепели. Рассмотри рисунки. К каким приметам они относятся? Какие органы чувств помогают наблюдать эти явления? Дни народного календаря. Вместе с верой вошел в народную жизнь православный календарь. Каждый день его посвящен памяти важного для верующих людей события или святого человека. Образы святых на иконах были в каждой крестьянской избе, а их имена отразились в названиях дней народного календаря. Эти дни, словно добрые друзья, напоминали земледельцу о делах в будни и о веселье в празднике. Например, первое сентября – фёкла-свёкльница. В народе говорили про этот день так – «На фёклу копай свёклу». С этого дня начинали убирать с огорода в свёклу. Пятое сентября. Дни, по которым раньше угадывали погоду на будущее, называются «погода-указателями». Мы будем их отмечать и проверять народные наблюдения, сделанные в Подмосковье и близких к нему землях. Ребята нашей большой страны могут проверять приметы на погоду своего края. Давайте подумаем, всегда ли в наше время бывают верны старинные народные приметы на погоду? Почему? Проверим себя. Почему в народе внимательно наблюдали за сменой времён года, за изменениями в живой и неживой природе? Какие народные приметы погоды ты знаешь? Как сложился народный календарь? Какие дни называются погода-указателями? Сделаем вывод. Народный календарь сохранил для нас старинные трудовые обычаи и праздники, богатый опыт общения с природой. Мы наследники этого богатства. Оно учит нас быть внимательными, чуткими, добрыми и мудрыми. Мы должны сберечь этот опыт, приумножить его и передать дальше нашим детям.